Рабочая встреча с президентом республики Татарстан состоялась у меня на прошлой неделе. Значит, руководство республики дополнительно выделило, выделяет, так говорит, документ подписан, надо его доработать. Финансовые средства на продолжение и завершение ремонта блока Г нашей детской больницы. И, завершая его, мы решаем ряд очень важных, нужных вопросов. Я думаю, что специалисты это оценивают, понимают. Поэтому этой работой дальше по подписанному документу и соответствующему поручению президента нам нужно работать нашему финансовому блоку, нашему медицинскому блоку, с тем, что нашим строителям, с тем, чтобы работу Рафар Мезонурыч слышит, здесь находится, здесь находится он, ИСУ. Да, поэтому, ну в курсе он, да, вы тоже в курсе, вы этот объект ведете. В курсе, что распоряжение, такое поручение есть президента. Поэтому эту работу продолжаем, садитесь, пожалуйста. Внимание со стороны руководства Республики в укреплении материально-технической базы здравоохранения есть. Еще раз об этом говорю и подчеркиваю. Поэтому наша задача в установленные сроки оперативно, с высоким качеством, завершить ремонт блока Г, тем самым мы снимаем многие вопросы. Дополнительно президентам Республики дано поручение по укреплению материально-технической базы нашей коммунальной техники. Мы говорили, что обеспеченность коммунальной техники, в первую очередь зимней техники, снегоуборочной техники, чуть более 40%, городу будет сложно в полном объеме, в нынешнем состоянии, с обеспеченностью чуть более 40% занимается очисткой города от снега с высоким качеством. Поэтому я просил бы еще раз вернуться к вопросу актуализации программы Буран. Там не слишком пока все хорошо, мы чуть позже на совещании на аппаратном об этом поговорим. Не все предприятия, организации, учреждения, те, кто по программе Буран обязаны выделять снегоуборочную технику, к этому готовы, еще и некоторые не знают. Знают, правда, что по календарю, что после ноября будет декабрь. Но не все знают, делают очень большие глаза, увидев себя в программе Буран. Во-первых, программу Буран писали не совсем, видимо, правильно. А во-вторых, я думаю, что те, кто должен поставлять технику, не всегда добросовестно относятся к возложенным на них поручениям. Город наш с вами, мы за него в ответе, поэтому эту работу будем продолжать. Это общепринятая практика. Когда в самое пиковое время привлекаются все силы и средства, которые необходимы для очистки города. Поэтому президент республики пошел нам навстречу, выделены финансовые ресурсы на приобретение снегочистительной коммунальной техники. Соответствующие наши заместители должны в этом вопросе поработать с тем, чтобы, по крайней мере, до конца года провести все необходимые работы по аукциону. Это не много, не мало, минимум 45 дней. Таков закон. Он суров, но он закон. Поэтому бюджетные средства, они в обязательном порядке аукционятся. Работы нужно провести оперативно с тем, чтобы, по крайней мере, к началу года мы могли бы эту коммунальную технику иметь. Может быть, учитывая наши партнерские отношения, переговорить с рядом машиностроительных заводов под определенные финансовые гарантии под честное слово муниципалитета получить до Нового года снегоуборочную технику, потому что снег он ждать не будет аукциона. Субтитры создавал DimaTorzok